Сегодня смолинский маньяк, 14 лет державший в страхе и сексуальном рабстве сироту, на время вернулся в логово разврата и душегубства, в проклятый дом за синими воротами. По свидетельству односельчан, Владимира в наручниках под охраной и с манекеном на автозаке доставили подочий кров, чтобы он на месте показал, как на глазах новой пленницы убивал ножом и гвоздодером свою первую рабыню Оксану, от которой теперь из-за давности лет остались лишь черепдокости. В отличие от убитой наложницы, его официальная супруга Эльвира жива. Более того, ее в Екатеринбурге два дня назад разыскивала полиция, но, похоже, так и не нашла. Газетчикам комсомолки удалось отыскать одноэтажный дом в зарослях крапивы на окраине Екатеринбурга, где с нулевых обитала предполагаемая официальная жена маньяка, и не одна, а с новым ухажером Эдиком. «Соседи говорят, что эту парочку они видели последний раз месяца полтора назад. Они тут наездами примчатся, погуляют и исчезнут», — сообщил один из соседей и добавил, общаясь с журналистами, «чтобы пивохи всех соседей заколебали». Два года назад из-за них пожар в бараке приключился. Дескать, кошка тогда включенную электроплитку перевернула. Еще одна соседка уточнила, что Эльвира в Екатеринбург переехала с Южноуральщины в нулевых. На рынке торговала одежкой, потом по поселку ходила, трусы до носки всем предлагала. Мужик у нее был да помер, и комната в бараке ей досталась по наследству. По словам пенсионерки у соседей алкашей, в комнате нет ни отопления, ни газа, лишь свет пока не отключили. По свидетельству других источников, эту комнату в бараке Владимира и Эльвира сами купили в начале нулевых, тогда у них был маленький бизнес. Но однажды жена застала мужа в постели с другой, чуть не задушила проводом от электроутюга любовницу Владимира. Женщину тогда едва откачали. Он уехал из Екатеринбурга. Новая сожительница смоленского маньяка Мария случайно выпала с четвертого этажа. Вдовец недолго горевал, вернулся в поселок, и там у него появилась Ольга. Но ужиться они с матерью маньяка так и не смогли. В 2009-м Владимир познакомил мать с Катей, 19-летней сиротой, у которой, по словам сына, отобрали квартиру и ей негде жить. Мать в дела отпрыска не вмешивалась, часто была в разъездах и, возможно, в самом деле не подозревала, что сын держит новую избранницу в заперти. Извращенно насилует ее, бьет, а в хорошем настроении играет с пленницей в шахматы. Она жила, как королева. Пристроилась к моему сыну. Валентина, вас оправдали, а скажите, пожалуйста, ваша задача рассказать правду всем. А почему как королева? Королева, потому что пристроилась к моему сыну. А что пристроилась? Жила, как королева. Она не работала? Не работала, да? А вы бы сами согласились так жить, как королева? Я бы согласилась, потому что она ничего не делала. А мы можем сейчас... Она могла учиться. У нас двери все открыты, пять комнат, и она могла... Как вы будете учиться? Мать полагала, что Екатерина по своей воле живет с ее бесплодным сыном, у которого, к слову, проблемы начались еще в школе. После восьмого класса из-за агрессивного поведения его вытурили из школы. В 89-м он получил тюремный срок за разбой. Мать, похоже, не знала и о том, что в 2011-м ее сын на глазах Екатерины зверски расправился с одной из пленниц. Пригрозил сироте, что поступит с ней так же. И они вдвоем на следующий день останки тела убитой девушки уложили большую кастрюлю и закопали в погребе. Неизвестно, сколько бы еще кости пролежали в земле, но в прошлое воскресенье у смолинского маньяка после запоя поехала кукушка. Он сообщил матери, что слышит голоса мертвых родственников, бабушки и отца. И покойный родитель якобы подкладывал ему яд в еду. В 4 утра мать бывшей фельдшера Кушер вызвала психиатрическую скорую помощь. В клинике у маньяка диагностировали белую горячку. Правда, силовики пока официально не подтверждают временное помутнение рассудка на почве алкогольного психоза. Но как бы там ни было, неожиданная госпитализация маньяка позволила его жертве сбежать от мучителя. Дальнейшее вы уже знаете. Продолжение следует...